Всем привет! Меня просили показать и рассказать, как я ухаживаю за своими орхидеями, какой полив я предоставляю, какие условия на моей лоджии. Я оставлю ссылочки в описании, либо можете посмотреть в правом верхнем углу. Я тоже оставлю ссылки об уходе, о том, каким образом находятся мои орхидеи, в каких условиях, какой я обеспечиваю полив, уход. Ну, в общем, все, что вы хотели и спрашивали, вы можете посмотреть по этим ссылкам. Добро пожаловать на мою лоджию! И сегодня хочу поделиться с вами, мои хорошие, цветением своих орхидей, которые полностью раскрылись, которые просто поражают своим цветением. Очень хочу показать вам вот эту красавицу, свою каоду. Посмотрите, полностью она распустилась. Это очень красивое цветение, просто потрясающей красоты, пышная, не ожидала от нее такого цветения. Это ее второе или третье домашнее цветение. И в этот раз она постаралась. Она такая умничка. У нее цветонос и два ответвления. И вот такой вот охапкой она процвела. Очень красивая, старательная, умничка. Цветочки у нее небольшие, 5-6 сантиметров. И такие, как лаком вскрыты. Очень красивая, очень-очень. И небольшая кайма вокруг лепестков белого цвета. Губа у нее такой контраст получается белого цвета на фоне вот этого темного, практически черного цвета. И вот такие крапушки на губке. Очень красивая. Я когда ее увидела в магазине, это была любовь с первого взгляда. И уйти я без нее уже не могла. Меня все спрашивали, ну что, столько у тебя орхидей. Какую ты хочешь? Я говорила, ну вот черную хочу. Черную куплю и все, успокоюсь. Говорила, вот черная мне и не хватает. Когда я ее увидела, она вот при разном освещении, вот смотрите. Такая прям черная кажется. А когда на нее свет больше попадает, в зависимости от цвета, она уже так приобретает какой-то оттенок. Такой густой, черничный такой оттенок. Очень красивый. Вот. И вот это вот сочетание контраста, практически черного и белого, меня просто завораживал и покорил своей красотой. Вот она меня отблагодарила. Я вам показывала, рассказывала, что часть моих растений не пересажена. Эту девочку я пересадила. Где-то через полгода после покупки. Но как пересадила, я просто вытросила весь субстрат, сняла стаканчик и в этот же субстрат посадила. Сейчас корней практически не видно, потому что растет внутри мох. Но корни там очень хорошие. Вот такие вот наверху корешки. Она растет как будто бы елочкой. Видите, такая довольно высокая у нее получается. Вот эта часть. Хотя растение компактное. Оно небольшое по сравнению с моей рукой. И оно продолжает также расти, не особо увеличивая размеры своих листовых пластин. Очень даже компактное растение. И вот такой вот огромный у нее потенциал цветения. Вот так. Мне кажется, что у нее вот в этом месте что-то произошло. Я так думала, как будто бы она выпустила детку. То есть вот это основная часть орхидеи до этого листа. А вот отсюда, начиная, она как будто бы зауженная. Потом растет ствол ровненько. Как будто бы она выпустила из макушки детку. И скорее всего из-за этого у нее растут такие воздушные корни. Ну, не знаю. Вот думая, может быть, омолодить ее как бы. Да, называется это омоложение. То есть вот эту вот часть основную. С вот этими уже довольно хорошими подросшими корнями. Пересадить и пересаживать жалко. Тревожить тоже не хочется. В общем, на разбудии я до весны подумаю. Может быть, вы свое мнение скажете на этот счет. Как бы вы поступили. Потому что растение крепкое. Но вот эти вот внешние воздушные корни немножко вид портят. И надо вот выбирать. Либо оставлять ее в таком виде. Ну, или все-таки посадить этими корешками в горшок. И пусть уже растет красивое. Хотя цветение может в следующем году при пересадке такого не быть. В общем, быть или не быть, вот в чем вопрос. Еще одна у меня красавица. Это Тессион. Тоже очень нежная девочка. И как-то она у меня полтора года целых не цвела. Почти два, можно так сказать. А в этом году все-таки решила меня порадовать. У нее довольно крупные по сравнению с той орхидеей цветочки. Очень нежный цвет такой. Обожаю такие цвета. Нравятся мне. Губа большая. Похожа на птичку с крыльями. Или на мышку летучую. Как будто бы головка, ушки и крылышки такие. Более яркая губка. Устатая такая. Очень красивая. Вот венозность такая небольшая присутствует. Красавица. Сейчас я вам покажу ее немножко. Покручу еще. С этой стороны же у нее цветочки. Сейчас. Вот такая вот красавица. Обожаю тоже эту девочку нежную. Ее подарил мне брат. И я, конечно же, ждала с нетерпением, когда она распустится. Но долго пришлось мне ждать. Поэтому цветение долгожданное. Это вот стоящее. Очень красивое. Так. И продолжает распускаться потихонечку. Медленно мой согу юкидан. Пять цветочков. Уже он распустил. И еще четыре бутона. Это та орхидея, которая с деткой. Вот она, деточка. Цветет. Основное растение. Мама. Вот. Такие очень большие, крупные листы. Листья, конечно, гигантские. Но и цветение должно быть очень красивое. Вот, когда распустится полностью, покажу вам красоту такую. Каскадное цветение будет. Моя реанимашка, которую я спасла, все никак полностью не раскроется. Потихонечку она распускает свои цветочки. Ну, скоро порадует. Я так думаю, осталась три бутончика. Вот такая вот прелесть маленькая. Так. Чармер. Это его первое домашнее цветение. Он у меня без пересадки. Прошлым летом появился у меня. Привезла мне его Катюша. С Москвы. То есть он такой у меня путешественник. На самолете прокатился. И теперь вот он у меня стоит и радует. Очень красивый. Очень-очень. Вот я люблю такие сочетания цветов. Желтый обожаю. Да, еще на фоне. Такие довольно яркие пятна. Точечки. Красавчик. Один бутончик я ему отломила. Ну, ничего. Все равно радует меня. Сейчас вот зимой. Как красиво, когда солнечные орхидейки цветут. Красота. Ну, еще ты покажи нам свое личико. Вот такая девочка. Красавица. Вот такая. И губа же у него, посмотрите, какая яркая, да? С полохами такими, как пламя. Языки пламени как будто бы. И желтый, и оранжевый. И такой бордовый цвет. Красавец. Сингала я вам показывала. В прошлом видео, кому интересно, я оставлю ссылку, что происходит, как они меняются. Очень красивое растение на данный момент, но на нем останавливаться не буду. Кому интересно, посмотрите. Это мой дикий персик. Тоже продолжает распускать свои цветочки. Этой зимой он подарил мне всего 4 цветочка. Нежнейший тоже, просто необыкновенной красоты цветок. Вот такой вот. Каждый индивидуальный. С разными точечками, вкраплениями. И вот он у меня один раз процвел просто розовыми цветами, без всяких точечек. Другой формы сам цветок был. Я каждый раз жду, как он меня в этот раз порадует. Каким цветением. Сплошным таким или своим вот таким вот красивым. В этот раз порадовал меня скрапушками. Ну и еще один бутончик там у него. Четвертый. Ну вот, хотела вам показать только полностью распустившиеся. А остановиться ж невозможно. На этом буду заканчивать. Большое спасибо за внимание. Цветение вашим орхидеям. Здоровья вам и вашим близким. С вами была Мария. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok